рисовать наши домики. Сейчас мы будем выбирать цвет наших домиков. Цвет наших домиков практически не отличается от того цвета, который у нас взят изначально за основу. Он белый, но не чисто белый. Что мы делаем? Мы добавляем немножко хинокридона, ой, хинокридона, охры немножко, чуть-чуть, смешиваем с белилами. И у нас получается охра, хинокридон и белила. Получается белый цвет, но не белый, а нежно-кремовый. И рисуем мы этим цветом только фасад наших домов. Два нижних домика мы не рисуем, потому что поднос большой. У нас маленькое эфирное время и маленькая у нас возможность нарисовать крупно, весь, целиком. Так как мы делаем вольную копию, дальше берем теплый цвет, коричневый. Значит, коричневый с желтым цветом соединяем. Я соединяю коричневый с кадром желтым средним, или со светлым, или с темным. Посмотреть, добавлю немножко красного цвета. Это на боковую часть наших домиков. Конечно же, что это самое прекрасное время года. Это мы видим, что это лето, тепло. Кто-то плавает в лодочке. Плывет на лодочке. Да, плывет на лодочке. Озеро очень красивое. Горы, дали очень такие красивые, манящие. Я включила эфир ВКонтакте. Кусочек мастер-класса показать. Друзья, сейчас в клубе, в закрытом клубе нашей школы, идет мастер-класс. Мы рисуем декоративный пейзаж по мотивам старинных сюжетов жёстовских подносов. То есть жёстовые – это не только цветы, но и пейзажи. Такие вот постаральные сюжеты. Немножко наивные. Да, постаральные сюжеты. Такие вот, наверное, скорее итальянского, такого характера южного, может быть, где-то неба. Да, очень. Ну, в общем, вот такие вот интересные сюжеты есть. И как раз это тоже жёстовские такие тематики. Но мы пишем не масляными красками, как традиционно пишем жёстов. У нас задача, как сказала Зинаида, сложнее, нам труднее рисовать темперными красками. И, конечно, получается по-своему. Но всё равно такие сюжеты вдохновляют художников. Посмотрите, какие они яркие, красочные. И хочется тоже повторить. Посмотрите, да, спасибо, пишет нам. Друзья, круто. Он пишет нам, присоединяются. Вот такие яркие, радостные картины. И изучаем цветовую палитру. Своложенную. Смотрите, сколько оттенков намешала Зинаида. Она по каждому рассказывает. Вот, смотрите, мы сейчас сделали подложку под наши домики. Точно так же мы сделаем внизу две наших дуги. Начнём мы рисовать с кадмия жёлтого среднего. Сначала мы берём его очень жирно. Потом в верхнюю часть мы добавим белил. В нижнюю часть мы добавим тёмного цвета. Вот сейчас как раз буду я это делать. Значит, берём белый цвет. Перемешиваем верхнюю часть. И размазываем вот так. Чтобы нам сделать объёмную выпуклую часть вот этого поля. А в нижнюю часть мы будем добавлять уже зелёный цвет. Чисто изумрудный цвет. Сначала можно его смочить даже водичкой. И легонечко положить. А потом уже добавить более яркие оттенки. Можно добавить немножко лимонного цвета. И тогда получится ещё ярче, ещё эффектней смотреться наша история. Ну, а как всякая жёстовская по дну, история у нас уходит в синий-зелёный цвет. Значит, синий-зелёный цвет сам внизу. И растягиваем потихоньку. В синий-зелёный цвет мы можем добавить немножко усложнителя. Как я называю, чёрный цвет. Когда мы добавляем чёрный цвет, то появляется большая контрастность. Появляется очень необыкновенно красивый оттенок цвета. Появляется глубина. И получается очень симпатичный рисунок. Точно так же я сделаю противоположную сторону нашего бугорка. Я о нём не забыла. Обратите внимание, что все выпуклые части очень ровненькие. На них не растут ни кусточки, ничего. А растут как бы за этой историей. Это говорит о том, что здесь ярко выраженный иллюстративный жанр. Ну, посмотрите на сами домики. Они сделаны по прямой. Не так, как мы видим в жизни, когда у нас сгибается там, изгибается наша крыша. Здесь как раз и есть зарождение иллюстративного жанра. Здесь на воде я показываю немножко, добавляю немножко тёмно-зелёных вот таких пятен, чтобы у нас было более интересно, выигрышно вот эта позиция. Также здесь добавлю в водичку. Используются здесь два приёма. Приём техники размывки на воду и приём техники мазковой росписи. Поэтому кто умеет, владеет двойным мазком, может легко нарисовать данный сюжет. Но мы стараемся не так копировать один в один. Я картинки показала, они будут приложены к нам в итоге. А потому что у нас у многих какой-то красочки нету, взаимозаменяемой красочки приходят. И таким образом у нас получается разная картинка. Для стволов я беру кинокридон фиолетовый и бордовый. Также можно взять коричневый цвет, тёплый. Можно добавить немножко оранжевого цвета для того, чтобы нам здесь показать, где будут находиться наши... Сейчас кинокридон возьму. Где наши деревья, стволы у деревьев. Как я уже сказала, здесь очень читается история, напоминающая нам о зарождении и подражании такой росписи, как петербургская, в её виде. И шинаузри, подражание китайщине. Поэтому здесь мы видим такие же изящные деревья, которые просто тоненькие-тоненькие вдалеке стоят. У них такие нежные веточки, нежные стволы. И вот мы можем одно дерево нарисовать или два дерева. Сначала мы рисуем тоненькие веточки. Всё это достигается... Рукой закрывается, да, вот камера. Да. Немножко в сторону. Чуть в сторонку. Сюда так. Вот так веточки. Вот. И здесь, с этой стороны мы также делаем веточки. И сейчас будем наряжать наши деревца. Сразу же нарисуем этим же цветом вереницу наших птичек. Для птичек мы берём жидкую краску. Раз. Ту, которой мы рисовали с вами деревца. И начинаем рисовать уходящие вдаль птички. Это опять нас относит к шину узри, подражанию востоку. Вот наши птички. Чтобы деревца более были выразительны, надо на бочок добавить жёлтого цвета, потому что я вижу, что здесь немножко оно исчезает. Чуть-чуть можно добавить. Или оранжевого цвета, чтобы наш бочок или ствол был более выразительным. Ой, много белого взяла. Вот так. Теперь будем делать. Для этих целей лучше всего брать плоскую кисточку. Плоскую кисточку можно маленькую взять, поменьше, чем вот у меня, например, это 16 номер. Может быть маленькая кисточка. Но можно использовать и обычные кисти. Например, у меня имитация или просто беличья кисточка, которую можно вот так вот сложить, прям вот руками, вот так вот, и сделать красивые наши навершия. Ну, сейчас я подберу какую-то кисточку. Я не стала готовить плоские кисточки. Вот, и беру наш кобальт, кобальт, немножко лимонного цвета, вот так, и буду делать наши вот таким образом. На веточки, вот совсем чуть-чуть. Посмотрите, как это мило получается. Можно два цвета взять, можно оранжевый цвет взять, можно другой зеленый взять, можно потемнее зеленый взять. И вот таким методом пристукивания мы делаем наши обрамления для наших таких деревьев. Вот так. Вот. Если мы в предыдущей работе сначала рисовали стволы и потом деревья, то здесь делается наоборот. Вот, мы берем красный цвет, смешать можем с желтым и добавить немножко вот таких каких-то веточек, как будто они просвечивают в многоярусном таком красивом исполнении с одной стороны. Здесь также мы можем дать также напоминание нам о том, что это дерево, оно большое, имеет многоярусную такую конструкцию. А также здесь красивую роль будут играть наши заборчики. Берем красный с оранжевым цветом, делаем по два столбика и уносим их за край. Вот так. С одной стороны. Теперь берем с другой стороны. По два столбика. И потом соединяем их. Спасибо, Светлана, пишет. Очень красиво. Интересное сочетание зеленого и красного здесь такое. Да. Берем окошечки. Сократное солнышко. Берем окошечки. Окошечки берем, значит, коричневый цвет. У меня хинокеридон коричневый. Ой, не хинокеридон, а мордом капут, простите. Беру мордом капут с хинокеридоном фиолетовым и делаем окошечки очень простые. Раз. Два. Можно три, можно четыре окошка дать. Сколько у вас получится? Например, в одном три, в таком четыре. Очень хорошо для этих целей подходит кисточка, которая, знаете, как срезанная. Бывают такие бракованные кисточки или со временем у вас они стерлись. Я их всегда берегу именно для таких вот целей. Именно таким цветом мы сделаем окантовочку для нашей крыши. Помним о том, что очень тщательно к этому подходили мастера, потому что они все были проплотниками и знали все окончания, все вот эти вот названия, как и называются, все элементы декоративного декора, как сейчас говорят. Также мы сделаем сейчас трубы. С светло-коричьим цветом. Можно темным сделать. Конечно, здесь у нас потемнее берем. Это двери сделаем. Делаем их как портальными. То есть мы сейчас вокруг них нарисуем более светлые полосочки. Ну, а полоски будут у нас оранжевым цветом. Вот так. Можно посветлее сделать, более желтым цветом, оранжевым. И также окошки. Можно это все проработать. Можно сделать стены. Так поярче. Так как у нас окна были не белым, ой, эта часть у дома будет не белым цветом, мы можем аккуратненько сделать белым цветом, оформить наши окна красиво. Получается очень симпатично. Посмотрите. Вот. Теперь нам нужно выдвигаться к нашим красивым нашим морякам. Моряки наши в красных камзолах. Мы их рисуем условно в виде таких полукруглых выступов. Видим, что у них есть рука одна. Они абсолютно одинаковые, поэтому мы так одинаково их делаем. На окончании нашей лодочки есть красный флажок. Вот так. Лодочка у нас. Мы берем коричневый цвет с хинокоридоном и с черным цветом дадим. И дадим нашу лодочку сначала темным цветом, а потом будем добавлять оранжево-красный цвет. Вот так. Еще очень красивый на втором плане. Кусты, деревья красные, вот эти вот желтые, синие, голубые. Не будете ли их рисовать? Где? Вот здесь. Так мы же не дошли еще. А, я просто спрашиваю, будут они тоже? Конечно. Мне этот кусок нравится или будет. Да, вы забегаете вперед. Значит, шляпы у нас большие, с полями, и закрывают лицо. То есть вот такие шляпы у нас. Здесь у нас, значит, штанцы с белой полосочкой будут. И у нас здесь весла. Весла они держат вот таким образом. Вот. Весла почему-то у них сухие, то есть приподнятые. Там красненькая даже на весле и беленькая есть. Да, да, да. Это мы сейчас. Вот, и прорисуем белую полосочку на шляпе. Вот так отделим. Так, на поясочке, на внутри нашем. Здесь вот красную тряпочку нужно поярче немножко сделать. Не видно ее у меня. Вот так поярче. Вот. И красным цветом тоже нам нужно сделать наше окончание весла. Вот так. Вот они плывут. А мне интересно, что это художник хотел изобразить вот здесь? А я это не рисую. Мы, например, на предыдущей работе тоже не разгадали, что... Что это такое за... Абсолютно не знаем, что это. За полосы, то есть, друзья. Здесь мы... Как вы думаете, что это художник хотел изобразить вот здесь? Видите, в углу похоже на хвост петуха. Да. Здесь я рисую эти заборчики по две штучки. Мне, может, краска смазалась. Она сказала, а, пускай так. Водопад будет. Нет, что-то здесь... Подождите. Это в этом что-то есть. Да? Ну, конечно. Но мы не знаем. Потому что... Там как будто сзади дерево, а тут как будто на дереве как будто гора с многочисленными какими-то ярусами. Вот загадка, друзья. Мы рисуем, мы не рисуем. Это гора. Но нам просто интересно. Это свинка, это гора. Угадайте, друзья. Может, вы знаете, что это такое. Нет, ну это гора, конечно. Кто тут угадает? Это гора. Конечно. Абсолютно. Такая разноцветная. Да. Ну, посмотрите, какое отражение вот здесь вот. Ну, что это такое? Понятно. Это просто блики такие на земле. Нет, тоже тяжело, понятно. Ну, солнце играет, там цветы какие-нибудь. Там условно земля такая, полуполосочки мерзноцветные. А вот тут прямо вверх уходит странно. Делаем черным цветом заборчик. Оттеняем. Переходим уже в завершение. В завершающую стадию делаем заборчик. Так. Так. Здесь тоже будет у нас забор. Но мы его делаем после того, когда мы сделаем наши деревья. И сейчас будем делать деревья. Берем кисточку. Набираем изумрудную красочку на кисточку. И начинаем делать наши деревья. Вот эти. Вот эти, которые мне понравились очень. Ну, вот они. Вот так они будут. Сначала мы делаем зеленым цветом. А у них там более мелко, у вас крупно очень. Вот. Мельче. Потом делаем мельче. Там такие изящненькие. Так, Танечка, у нас есть на это время? Простите, пожалуйста. Нету. А, у нас есть время или нет? Я могу взять маленькую кисточку и буду здесь до утра тыкать. Маленькой кисточкой тыкать. Надо все маленькой. Так что, друзья, у кого есть время, возьмите помельче кисточку и тыкайте маленькой кисточкой. А к набросце будет у вас. Вот такая мелкая-мелкая. Ну, тут тоже красиво, я знаю, это получается очень. Ну, спасибо. Все соответствует всем остальному плану. Там и голубой цвет даже есть, мне кажется, да? Нету. Там белый. Там синий-зеленый. Синий-зеленый? Это синий-зеленый. А вот смотрите, вот я беру вот этот цвет, а потом добавляю белого немножко. И какой цвет у меня получается? Да. Тоже разгадать же все вот эти цвета, нужно уметь разгадывать. Ну, вот мы, друзья, могу сказать, что спасибо ученикам. Они практически отгадали все. То, что я их просила. Молодцы. Были в правильном направлении, абсолютно правильно. Здесь еще заборчик есть. Да, да, да. Я уже говорю, что я сделаю, не волнуйтесь, и заборчик сделаю. Здесь же и вот здесь есть заборчик. И здесь. Да, здесь столько заборчиков. Да, и вот здесь вот эти. И заборчики. Какая живописная картина. Необычная, да? Да, необычная. Что это жестовое. Необычно. Ну, это как... Для меня уже это похоже на жестовое, потому что я много видела такого. А вот я вообще такой декоративный пейзаж очень нравится, очень необычно. Такая прям цветовая гамма. Необычайно красиво, да? Я беру красный с оранжевым для заборчиков. Специально для вас, Танечка. Да, конечно, конечно. Я вот заборчики прям вот... Я за заборчики. Больно они красивые здесь. Все просто, чтобы не мельчить и не терять время. Придумали? Художники заборчики рисуют. Вроде как и заняты чем-то местом. И черным цветом даем тень. И полосочки. Ну, это, во-первых, пространство вот это все формируется. Да, даже не оставишь только голое. А так все живое. Вот, смотрите. Все, какой-то создается определенный ритм с такими заборчиками на самом деле. Настроение. И мы получили вот такую сказочную картинку красивую. Вот. Дорогие друзья, мое повествование подходит уже к завершению. Вот пишет там, почитайте, пожалуйста. Просто Ирина написала. Посмотрите, мне тяжело прочитать далеко. Так, пожалуйста. Палитры уже не видно. Шикарный пейзаж. Хотя вначале мне не понравилось небо. Если его написать в обрамлении цветов, не будут ли они лишними? Можно попробовать, друзья. А почему бы и нет? В обрамлении цветов по бокам. Ну, например, если это овальный пейзаж, то в обрамлении сделать и по бокам расписать. Вот здесь у нас мы видим обрамление. Видите, золотое. Также можно черным цветом сделать вокруг, в овале. И расписать золотом. Либо сделать желто-оранжевую красочку. Вот. А я напоминаю, что мы сегодня сделали с вами два пейзажика. Первый пейзаж. Ну, это один и тот же автор. То есть мы сделали его так условно. Сейчас я его покажу еще раз. А вот он. Попал, да. Мы его сделали очень ярко. Вот он, этот пейзаж. Просто здесь он еще и бликует. И выцвел со временем. А мы его сделали в таким яркой интерпретации. Конечно же, вы получите фотографии этих работ. И у вас будут такие восхитительные пейзажные композиции по мотивам жестовской росписи. Мне бы очень хотелось посмотреть, как там Галина нарисовала. Потому что у нас она, у нас очень активный и верный товарищ. Спасибо. Ну-ка. Так, друзья, здесь ВКонтакте я завершаю трансляцию. Сейчас покажу Галину. Давайте, может быть, вы увидите тоже нашу работу. Наши, одной из участниц, которая нас всегда очень смело вперед всех. Подождите, Галина, подержите еще немножко мышку вот здесь. Так. Вот, посмотрите. Видно? Видно? Да, да, да. Видно. Молодец. Видно. Ну, еще окошков нет. Вот уже там гондольеры плывут. Все нормально, все хорошо. Цвет очень красивый. Небо вообще передалось. Небо по-другому, да. И какая вода красивая. Посмотрите, у нее нежный переход. Видите, вот здесь вот. Да, ждем вашу работу в нашем сообществе. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. И в деревья добавьте еще синий цвет. Синий изумрудный. Синий изумрудный.